Что вас все-таки заставило в какой-то момент пойти в большую политику, учитывая то, что и ведение такого предприятия – это достаточно большая сфера нагрузки, огромная же ответственность? Именно то, что произошло со страной. Потому что если ты хочешь что-то изменить, и ты знаешь как, ты вынужден пойти в политику. Кстати, вот это очень расхоженное мнение, что, знаешь, ты не ходи в политику, и тебя не тронут. Ну, правда. Вот в районе у нас, называется Ленинский район, было 15 крупных предприятий различных. Это были племзаводы, тепличные комбинаты, птицефабрики, ну и другие там крупные, если я, есть ли, объединения предприятий. Вы знаете, до сегодняшнего дня не дожил никто, кроме совхоза имени Ленин. Никто не производит сельхозпродукцию. У всех разрушены фермы, потеряны рабочие места. Там тысячные коллективы оказались, ну, скажем так, выкинутыми на улицу, и все было разграблено. Сделали это представители ГИН России, которые декларировали, что они приходят, они эффективные собственники, и будут развивать сельхозпроизводство. А результат вот какой. И только одно предприятие наше устояло, именно потому, что мы сохранили так называемые социалистические принципы хозяйства. Мы не выплачивали дивиденды, мы вкладывали в модернизацию производства, повышение заработной платы, средства, которые зарабатывали. Ну и, естественно, в поддержку пенсионеров, малообеспеченных граждан, в социальные программы. Мы выжили одни. Именно потому, что нас заставило, в том числе, и в политику пойти. Я же трижды избирался депутатом областной думы. И мы всегда говорили, слушайте, мы знаем как. Как нужно сделать так, чтобы и волки вроде как сыты были. Мы же платим большие налоги. Мы даже получили когда-то от губернатора Воробьева письмо, что мы крупнейший налогоплательщик Московской области. Помимо этого, мы построили территорию такой социального оптимизма. Где лучшие школы, детские сады, парки, где люди получают достойную зарплату. А наш доход за прошлый год, наших работников без руководителей, больше 100 тысяч рублей. Для сельского хозяйства это вообще запредельная сумма. А со всего мы платим налоги, достаточно большие. Поэтому знаешь, когда как нужно сделать, ты волей-неволей идешь и скажешь, что давайте по-другому. И ты пришел в политику. Но, кстати, и политика придет к тебе, даже если ты не пошел в политику. Вот эти вот директора предприятий, которые развалились, они же не шли в политику. Их просто сожрали просто. Многие предприниматели идут в политику, чтобы потом заниматься протекцией собственного предприятия. Это существует, да. Естественно, для защиты бизнеса, для того, чтобы получить больше контрактов. Но это не наш путь. Предприниматели действительно, многие крупные предприниматели пошли в политику для того, чтобы вроде как получить неприкосновенность, иметь возможность большего влияния. Но это как раз и олигархи есть, которые потом... Что такое олигархи, знаете? Это крупный бизнес, поддержанный политиками. Или сроченный с властью. И это, кстати, основная бич России. Потому что политика делится на две части. Это партия власти, ну и там ее спойлеры. И системная оппозиция. Это КПР. И все бизнесмены, которые связаны с ней, так или иначе сейчас попали под репрессии. Не только совхоз Ленина, это все так называемые народные предприятия. У Соли, Сибирская, Воргутская область. Ими расплатаются именить штраф 43 миллиарда рублей. И Звениговский в Морел, там директором два года за то, что он рекультивацией земли занимался, ему пришили два года условно. И в Красноярском крае сейчас предприятия тоже, которые пошли в Госдуму директора, от КПРФ тоже начинают их все-таки преследовать. А поскольку у нас никто ответственности не несет из тех, кто захватывает предприятие, вы видите руины по всей России. Кто-нибудь ответит за то, что нет уже завода имени Лихачева, АЗЛК нету, Серп и Молот. Представляете, какое количество, то есть крупнейших я вам называю, там работало по 20-30 тысяч человек, и все потеряли работу. А если по России пройти, я вот был три дня назад на Алтайском крае, там крупнейший тракторный завод в Рутсове, такой алтайский тракторный завод. Все, его не стало. То есть его разрушили так, что уже практически невозможно восстановить. В Волгограде тракторный завод разрушен. В общем, везде. Вот у нас тут недалеко, я работал токарем на практике, завод имени Ухтопского, который производит свои космашины, крупнейший в России завод, уничтожен. Если сейчас раскрутить эту цепочку, а это произошло за последние 20 лет, даже меньше, ты обнаружите, что просто экономике России, производству России нанесен колоссальный ущерб. Кто за это отвечает? Как вы думаете? Я думаю, что за это пока не филит никто. Нет, кто ответит, это второй вопрос. Кто отвечает? За это я пока еще не ответил никто. Никто, да. Но вот когда... Понимаете, они не боятся ответственности. Мне кажется, номинальными ответственными лицами делают глав предприятий и подобных. Нет. По большому счету, за все у нас в России отвечает власть. Она принимает экономические законы, которые позволяют или не позволяют рушить предприятия, заниматься, ну, скажем так, рейдерскими захватами. Потому что любой рейдер в России поддержан власть имущими. Где-то за рейдером стоит губернатор, где-то федеральная служба безопасности, так называемая. Если вы помните, в 2014 году президент Российской Федерации, выступая перед так называемым парламентом, ну, там, это послание федеральному собранию. Собрание. Собрание, да. Сказал, что у нас 200 тысяч за год предприятий были возбуждены на них, на директоров уголовные дела. Потом предприятия перешли, применяли собственника, и после этого уголовные дела в 85% были закрыты. То есть, отжали бизнес и отпустили. Это повсеместно происходило, и это происходит и сейчас. То есть, за каждым рейдером, захватчиком предприятия стоит либо силовая структура какая-нибудь, либо губернатор, либо еще кто-нибудь. И они являются, ну, скажем так, заинтересантами в этом предприятии. Но потом им за это ничего не бывает. Это говорит только об одном. Власть, которая сейчас на местах, и вот она продолжает, партия власти, которая продолжает, она просто заинтересована в разрушении страны. Есть фраза известная «капля долбит камень». И вы не думаете, что все действия наших коллег моих, ну, потому что вообще можно руки опустить, сказать, а мы не будем бороться. Что там нужно, вот баланда, он говорит, три раза в день. И, значит, и включите телевизор, уткнитесь в него и смотрите. Но мы же не такие. Поэтому мы пытаемся бороться. Ну, и боремся. Хотя результат, скорее всего, очевиден, чем не очевиден. Вот митинг, который французы провели по поводу пенсионной реформы, а там тоже были такие же эти, они чем не отличаются одни власти от других, они тоже пытались увеличить пенсионный возраст. Вышло на митинг больше миллиона человек. Что в результате? Пенсионный возраст повышен не был. И был уволен тот, кто разработал. Так он и проект. Все. А у нас на улице Москвы вышло 100 тысяч. И власть плевать хотела на это. Вот эта вот неактивность, пассивность, она привела к этому. Если вы, например, со своими сторонниками придете на выборы и проголосуете против партии власти, ну, скажите, ну нафиг. Если придет больше 70%, то вообще фальсифицировать будет уже невозможно. И поэтому плохую власть выбирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Это не я сказал, как Черчилль сказал. А он был не дурак. Лучше быть активным, чем радиоактивным. Вот лучше быть активным, чем задыхаться в дыму. Чтобы... Вот у вас родители не пенсионеры? Нет. Вот когда станут пенсионерами, вдруг выяснится, что их пенсии не хватает даже на то, чтобы месяц прожить. Какой там, две недели они не проживут. Вам придется что делать? Либо бросать своих родителей? Нет. Тогда вам придется тратить деньги на их содержание. Хотя они всю жизнь работали, платили сумасшедшие налоги. И если бы была другая пенсионная реформа, они бы были просто богатыми людьми. Почему? Потому что если посчитать то, сколько они заплатили государству, это же их деньги пенсионные. Безусловно. Они должны хотя бы получить их обратно. Да. Они их не получают, потому что, как только они умерли, ну, не дай бог, стать пенсионерами, теоретически, да, то их деньги пропадают где-то в пенсионном фонде. Да? Они просто пропадают. А вот их кредиты вы будете выплачивать. Слушайте, это логично, правильно? Нет, конечно, это неправильно. Все, секунду. Но для того, чтобы это поменять, что нужно сделать? Два варианта. Либо пойти на выборы и поменять власть, либо второй путь. Вас доведут к такому состоянию, что вы пойдете на улицу. Ну, потому что, да, когда вам будет нечем кормить своих пенсионеров, родителей или детей, вы встанете перед вопросом, а что же делать? И начнете сопротивляться. Но сопротивление лучше делать вот бюллетенем, чем булыжником. Я всегда говорю, что, знаете, кто самый главный революционер, то есть толкает людей к революции? Это власть. Потому что если ты не слышишь людей, если ты вот делаешь вот так вот, хотя видно уже, что что-то не туда, то ты или сам меняйся, а у нас в России, чтобы вы знали, реформа все время сверху, которые без революции. Либо ты доведешь людей до такого состояния, что они встанут и мало никому не покажется. У них надежда, что они быстро уедут, но они могут их оттуда и потом достать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok